В сегодняшнем выпуске. Евро-номера на штрафстоянке. Проблемы владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Новый памятник на Площади Свободы. Что по этому поводу думают харьковчане? Премьера обновленной оперы Глория Тосков «Хнатоп». Подробности европейского творческого тура украинских артистов. Праздничный концерт в честь 20-летия Харьковского клуба любителей русского рока. Лучшие снеговики Харькова руками детей. Творчество юных скульпторов. Подробности далее в сюжетах. Приятного просмотра. У меня есть один момент по поводу вашей доли, которую вы даете на выезд автомобиля. У меня ее нет. Если вы принимаете решение выпустить автомобиль, вы его пробили, все с ним хорошо. Это не мои компетенции. У меня к ребятам претензий сейчас нет. Они проблокили всю эвакуацию. Это не моя компетенция тоже. Ну, свяжитесь с админпрактикой и выясните, как. Вы сейчас пока решаете вопрос, чья это компетенция. Мы забрали машину, а там я был номер телефона своей встать, если что она берет. Нет, нет, нет. Сейчас. Ты отдаешь им машину? Машина, я приглашать не могу. Смотрите. У меня есть мотивация, которая не соответствует тому. Ставила сюда машина, машину эту. Полиция. Я же не знаю, по какой вы... У меня написано 124-я, 265-я статья. Если у вас там на ней еще три висяка убийства, я сейчас выпущу, а вы с этого не скажете, что я не... Ну, возьму так. Я не я. То есть, как бы, у меня... Мне штрафплощадку оплатили, эвакуатор оплатили. Нет вашей доведки, которую вы даете на выезд транспортного засада. Если вы выпускаете без этой доведки, берете на себя ответственность. Ну, вы понимаете, что... Суть в том, что эта доведка в законе не предусмотрена. ДТП. Было ДТП. Ну, вот, грубо говоря, патрульная полиция забрала автомобиль сюда, на штрафплощадку, в рамках административного правонарушения. Статья 265 прим. 2 и постановы 11.02 Кабинета министра. Люди, чтобы забрать эту машину, если мы привязываемся непосредственно к постановлению 11.02, должны предъявить квитанции об оплате. И протокол или постанову в случае их составления. Об этом гласит 12 пункт, постанова 11.02. И будем привязываться к тому, что КОАП, сам кодекс об административных правонарушениях, разрешает людям забирать бесплатно в течение трех дней транспортное средство. Берем вот эту вот постанову. Люди оплатили простой автомобиль на штрафплощадке, его доставку сюда эвакуатором, предъявили протокол и постановление, потому что там и протокол, и постановление составлялось, также регистрационный документ на транспортное средство. И доверенность. Но, скажем так, патрульная полиция, управление патрульной полицией в городе Харькове и харьковский филиал государственного предприятия МВД информресурсов вступили в некий сговор. А именно, придумали еще один документ, который нужен для того, чтобы забрать автомобиль. Некую доведку о том, что автомобиль не перебывает у РОШУ, то есть не прибывает в розыске. Без этого документа штрафплощадка администрации отказывается отдавать автомобиль людям, даже несмотря на оплату, на предъявление всех документов. Ну, то есть выполнение вот этого 12-го пункта восстановления кабинета министров 11.02. То есть, когда люди пришли в управление патрульной полиции оформить все документы, то есть, грубо говоря, их вызвали, чтобы составить на них административные материалы, людям сказали, ну, нужна доведка, можем договориться, вам ее сделают быстро. Если доведку эту сделать не быстро, а написать заявление, она будет рассматриваться в рамках действующего законодательства, то, грубо говоря, пока она будет рассматриваться, за простой автомобиль, а здесь будут насчитываться средства. Таким вот образом будет зарабатывать штрафплощадка и посредники в управлении патрульной полиции. Однако, если человек хочет забрать машину быстрее, не вопрос. Он точно так же может заплатить некую сумму денег, и ему эту справку сделают гораздо быстрее. И в этом случае точно так же зарабатывают и штрафплощадка, и патрульная полиция. Девушка ехала за рулем по проспекту Юбилей. На 62-м плохо убирают шлиф. То есть при повороте там большие шугробы, большие снежные накапли. Она не справилась с управлением, ее занесло, она вылетела в шугроб. При этом не препятствовала никаким автомобилям, никакому движению, то есть ничего такого не было. Она мне позвонила, я приехал через 10 минут. Она говорит, я ударилась головой, я пошла домой, у меня болит голова. Ну, испугала девочка молодая. Я стоял, сдал, ну, подъехали полицейские. Я говорю, я хозяин машины, так и так, вот такая-то, помогите мне вытащить машину. Есть это видео даже на телефоне, плюс-минус. Я говорю, вызовите эвакуатор, помогите мне вытащить машину, или помогите сами. Они начали, не допускали меня на автомобиле. Я говорю, тут дороже транспортное происшествие, какое вы имеете отношение к машине? Я говорю, это моя машина, это машина на фирму, я по доверенности имею право оспаривать с полицией. Ну, в общем, все права имею на эту машину. Они меня не пускали категорически, не допускали, не допускали к автомобилю, чтобы я достал документы. Даже угрожали, говорили, мы вам сейчас отобьем его. У меня был со мной еще товарищ подъехал, они просто не допускали. Потом, когда приехал эвакуатор, я их просил вызвать следственную оперативную группу. Раз 20 звонил, 102, это зафиксировано должно быть. Прошу вызвать мне следствия, потому что у меня тупо хотели украсть автомобиль. Никто никуда не приехал, не обращаясь на какие мои заявления, не дали мне подойти к машине. Подошли, я достал, разрешили вместе с ними подойти, я достал документы с машины, развернуто в виде, и все документы показал, придавливал. Что я такой-то, такой-то, имею право. Они мне начали, ты никогда в жизни эту машину не заберешь, она сейчас едет на штрафстоянку, можешь про нее забыть. Не ты находишься владельцем автомобиля. Приехал директор фирмы, которая оформлена эта машина. И вот они категорически против. Сегодня, когда мы приехали в полицию, нам сказали за корешок 500 гривен дайте и поедите заберете свое. Позвонил в авто Евросилу, они приехали и вот чем это все закончилось. Мы там просидели, нас там посылали, начали по кабинетам, потом у них перерыв. Мы бегали туда-сюда, бегали туда-сюда, нам дали акт неполный, без печати, без ничего. Категорически не хотели нам отдавать машину, чтобы мы забрали ее. Мы приехали сюда, собрали, много людей приехало с авто Евросилы, общими усилиями забрали машину. Но машина не в том состоянии, в котором ее сюда забирали. Оторван короб по какой-то причине, не понимаю. Оторван, ну, пластмасска, а с одной стороны было, отлетел короб, короб боковой. Оторвана защита, нет номерного знака. Разбита номерная эта самая, хотя въехала в Сугроб, и машина стояла. Есть фотографии, у полицейских даже есть фотографии, и там еще фотографировали, их даже сегодня скидывали в интернете нам. То есть есть фотографии, если надо будет, то покажем все. То есть машина совсем не такой выглядит, как мы ее забирали. То есть разбили машину, забрали, садили, ну, создали кучу проблем, в общем-то. Так я считаю, что не должно быть. В нашей стране, которая стремится в Европу. Люди как бы не захотели этим путем идти, захотели забрать по закону, но им патрульная полиция ответила, что машину вы теперь как бы совсем не заберете. Однако люди как бы настаивали на своем, все-таки предъявляют квитанции об оплате постановления и ссылаются на вот этот вот пунктик постановы Кабмина о том, что они все-таки имеют право сейчас забрать. Поскольку никаким нормативно-правовым актом эта доведка не предусмотрена, что она является обязательной для выдачи автомобиля. Она не является обязательной. Штрафплощадками распоряжается даже более того, просто ДП, МВС, информресурсы, главное управление, и у него есть филиал. Но, грубо говоря, на штрафплощадке машину якобы без этой доведки от патрульной полиции просто скажут, нет, мы вам не отдадим. Вы оплатили, но мы вам не отдадим машину, потому что, а мы не знаем, может она в розыске, а может на ней 20 уголовных дел, грубо говоря. Но машину забрали в рамках административного кодекса постановы 1.02 и в этом же порядке ее должны вернуть, поскольку, если бы ее забирал бы следователь, он бы должен был как минимум наложить на нее позднее следующего рабочего дня арест. Что мне надо сделать? Я вызвал вас. Я же не могу высоты сколько и... Задержи. Всех? Всех. Всех. Наверное, как у меня нацел. Зачиньте. Машина, я когда подошла, почему-то была открыт. А это открыто. Девушка, когда у вас были машины, она была у вас закрыта. Машина была у нас. Я просто... Ключи у нас были. Ну вот такого в салоне у меня не было. У меня в жизни, блядь, там ничего не лежало. Нет, подождите, ключи были у вас, у вас машина была открыта. Машина была у них. То есть как? Я же не дура. Я помню, что у меня вот это все было целое. Ну как это так? Я же не п***ю. Доставайте, девушка, доставайте акт, будем смотреть. А, пожалуйста, Борь. У меня был задний бампер поцарапан. И с передней, когда я въехала, это прекрасно помню. Когда забирали вместо происшествия машины, у меня номера были на месте. Это хорошо помню. Номера, значок. Но поджиня рамки не было, правильно? Конечно, не было. Номера, значок. Передний бампер не поджиня был? Нет. Ну вот тут был, конечно, я же врезалась, но номера были на месте. А они, кстати, не написали, что была поджиня передняя. Так они, ну, там буровые. Там бампер, там знак согнулся от снега. А это боковушки, а как? Я же их съела. Знак, ну, от снег. Все боковые штучки. Спасибо, б**, хотя бы мне стекла пооставляли на месте. И они думают, что если эта машина не на украинских номерах, можно ее вообще, может, спалить? Слышали ли вы что-либо о новом памятнике, который планеты становятся? Да, слышала. Видели, может, желаете осветить? Да, я видела, видела. Скажите, что вы можете сказать по этому поводу? Что вы думаете? Нравится, не нравится? Мне не нравится, например. А почему? Я не знаю. Я не знаю. Мне не нравится. Я все понимаю. Я даже там и слышала, как говорится, выступления там с авторов или кого-то. Ну, я не могу объяснить, почему он мне не нравится. Высоко от земли. Но он мне не нравится. Ну, приемлемо. Пускай будет. Причем бы лучше, чем то, что сейчас вообще ничего нет. Нейтрально, наверное. Я не знаю. Неизвестно в готовом виде, какой лучше. Честно говоря, не очень нравится. Не очень. Мне кажется, вообще не надо ничего здесь делать. Пусть будет красивая площадь. Зона отдыха. И все. Ну, да, неплохо, конечно. Довольно интересно. Я считаю, что это безобразие. Полное форменное безобразие. Это позор Великой Харьковской архитектурной школы. Поставить дорическую или ионическую колонну на фоне великого памятника архитектуры Газпрома, конструктивистского, это, повторюсь, самое повторюсь, это безобразие. Вот. И по поводу конкурса проходил он на непонятных условиях, без обсуждения. Это обсуждать нужно даже не с Харьковской громадой, и не с Украинской, а с мировой, потому что площадь – это мировой памятник архитектуры. Вот посмотрите, как плазу поставили. Она же никого не раздражает. Они же не поставили кирпич основного корпуса на площадь. Они сделали угол, который симметричен всем углам университета и гостиницы. А то, что здесь происходит, я вам честно скажу, я лично тянул законаты, когда валили Владимира Ильича. И я сделаю все, чтобы этого памятника не было здесь. Я подписывал петицию. Я знаю всех людей, которые, как говорится, активистов, и которые будут бороться, и памятника здесь не будет. Спасибо. Нормально, все гласно. Ну, мне он не нравится. Лично мое мнение. Почему? Эстетически мне нравится. Ну, во-первых, это плагиат. В Питере есть похожий проект. Ну, в целом он мне не нравится. Он какой-то безидейный что-то. Мне просто не очень нравится этот памятник. Я бы хотел, чтобы другой стоял памятник. Хорошо относимся. Я против памятника. Мне нравится просто свободная площадь в каждое пространство. Мне нравится. Ющенко, кажется, столько крестов наставил. Как будто это кладбище. Ну, зачем еще кресты? Ну, без креста можно что-то... Ну, по факту, в принципе, что бы тут ни стояло, оно должно стоять. По факту я не принимал голосование, поэтому, что я могу сказать? Все решили за меня. Ну, симпатичный вообще. Симпатичный, да. А как вы думаете, вообще, может, лучше оставить то, как есть, или установить другое? Вот ваше личное мнение, что бы вы хотели на этом месте видеть? Ну, господи, трудно сказать. Ну, фонтан, вот я смотрела, фонтан, конечно, было красиво. Но, опять-таки, я согласна, что это сезонная, в принципе, фонтан этот. Не поставишь. Ну, знаете, я даже не знаю, может быть, как-то сделать, просто больше бы пар как-то продлить, чтобы можно было с детками как-то выливать. Я не знаю, но почему мы обязательно помешаны все на памятниках? Всем нужны какие-то непонятные, ну, правда, всем нужны какие-то непонятные памятники. И Ленина, я считаю, не надо было сносить. Это все-таки история тоже наша была. И потом, если так уже говорить, вот, допустим, у меня внуку 7 лет, он уже не знает, кто такой Ленин. Поэтому оно как-то все отошло. Памятник Щерца, памятник Фейербага, спросите у молодых, знают они, кто это там стоит. Ну, стоял себе, и пусть бы стоял бы. Это тоже было прошлое. Без прошлого не будет будущего. Мое мнение, больше сформирована вот той информацией, которая есть в интернете. Да, похож на ленинградский памятник. Честно говоря, мне из тех проектов больше нравилась смотровая площадка, которая с обзором. Потому что, когда убрали Ленина, идешь вот сквозь Газпрома, и небо синее, как-то все красиво. Мне кажется, не надо ничего. Этот памятник вполне, как по мне, подходит. Я считаю, что сейчас не время что-то делать, пока война идет. Надо подождать, а потом уже решать. Естественно, с общественностью все это все согласовывать, а не решением там узкого круга какого-то. Мы хотели бы увидеть более какую-то такую интересную, возможно, ну, другие, современные, может, что-то такое, да. Лучше фонтан поставьте, светомузыка. Ну, фонтан это же секундное решение, если может, он не работает. Ну, поставьте там, Пушкина поставьте. Это лучше будет. Ну, кресты, уже столько наставили крестов, на каждом углу кресты. Вот это как раз, я так и в мыслях был, что что-то посвященное, да, победе там, истории. Так что меня это устраивает. Меня, в принципе, и старый памятник устраивал. Это история, от которой мы никуда не уйдем. Он стоял, никому не мешал. А это уже... Музыка Музыка Знаете, премьера произошла в такой творческой поездке по Голландии, и мы очень волновались, как примет зритель европейский нас. И я не скажу, что мы были удивлены, но было очень приятно, когда и критика высказывалась, и отзывы зрителей были, потому что там принято, что после каждого спектакля обязательно есть отзывы в интернете, и всегда спрашивают другой театр, как. И отзывы были очень хорошие. У нас была прекрасная техническая группа, с которой я работал бок о бок, и после гастроли по ним всегда очень скучаю. Вот Юрий Олегович Мозер, завпостановочной части по эксплуатации. Это действительно... У нас очень хорошая команда, понимаете? И это тоже, как это называется, символ успеха, залог успеха, да. Потому что каждый занимался своим делом, все было очень слаженно, мы не ругались, конфликтов у нас ни в репетициях, ни в постановочной части не было, и потому, я думаю, процесс был интересен, и спектакль удался. Что касается костюмов, то я придерживалась, да, времен наполеоновских войн. Была идея, конечно, просочетать современный костюм полицейского вместе с историческим костюмом, например, Тоски. Ну, мы решили поберечь нашу публику от этих экспериментов. Ну, глубина получилась удивительная на сцене. Для нас большая сложность была, как сказала Надежда Федоровна, то, что мы ехали в Голландию, приехавши туда, мы только в голове видели этот спектакль. То есть мы его в собранном виде не видели. Но почему-то мы какого-то риска даже не ощущали. Что-то уверены были на сто процентов. Я доволен. Я работаю 27 лет в театре. А голландская публика восприняла правду на ура. Правда, говорят, что дирижер даже всплакнул. В Хнатобе скоро состоится премьера оперы Тоски. Великолепный спектакль. Спектакль, который прошел уже выдержку временем. Гениальная абсолютно музыка Пучини. Опера-драма, больше даже драматический спектакль. В спектакле самое удивительное... У нас великолепные декорации, великолепные костюмы, великолепная слаженная работа. Но самое удивительное, что без актерской работы, без взаимоотношений, без взаимопонимания актеров друг для друга, для взаимодействия на сцене, естественно, работы режиссера, быть может, спектакль и не получился бы, я не знаю, но учитывая то, что у нас очень дружный, слаженный коллектив, это не только актеры, это, конечно же, абсолютно все цеха и постановочные, и творческие, и актерский состав, и артисты хора, великолепнейший оркестр. В опере «Тоск» все-таки три центральных персонажа, которые, собственно говоря, раскрывают всю драму взаимоотношений, взаимопонимания, человеческих каких-то недосказанностей, либо же человеческой зависти. И настолько выпукло, настолько мягко в некоторых местах, и настолько остро поднятая проблема взаимоотношений, развитие характеров, работа сделана очень хорошо, очень качественно, то, что уже утвердили, то, что подтвердили зрители, театр в первую очередь для зрителя, подтвердили в Европе. Мы полностью уверены, и мы очень хотим, настоятельно хотим, чтобы харьковскому зрителю понравился этот спектакль. Мы работаем специально для зрителя, который приходит к нам, которого мы ждем каждый вечер на каждый спектакль. «Тоска» — это одна из моих самых любимых опер, и сделана она мной была за очень короткий срок, это где-то три недели. Давно это было, уже, наверное, семь или восемь лет назад. И я ее исполняла не только в Харькове, я пела ее в Одессе, я ее исполняла в Европе. Поэтому, в общем-то, ну, мне было уже проще, наверное, вот в отличие, наверное, от Саши, потому что это был его дебют, дебют в Голландии. Ну, а по поводу «Тоски», ну, это просто, мне кажется, это нужно быть женщиной, которая способна как на убийство, так и на самопожертвование. Это любящая, изящная, ревнивая, она разная. Саша лежит до последнего, уже занавес закрылся, я подхожу, думаю, а вдруг что-то произошло, потому что так входил Саша. И так раз, что можно вставать, страшно было, правда страшно. Было не страшно, было очень тяжело. Вот, кстати, вы спросили, что было тяжело. Было тяжело. Когда уже Скарпия умер, не задышать полной грудью. Нужно удерживать ребра, либо наполнен, либо еще как-то, потому что костюм начинает двигаться, ну, простите, извините, где? Вот это вот самое сложное, потому что ты потеешь, тебе нужен полный вдох, вдохнуть ты не можешь, потому что это все раскроется, простите. Тоска ходит как-то куда-то, или, знаете, иногда, когда у него в руке еще листы бумаги, Тоска должна вырвать, ну, просто вот так вот как-то рука лежит свободно. Вот, опять-таки, взаимопонимание и взаимоподдержка. Аллочка берет не за бумагу, а за руку, я уже сам держу, потом вот, когда рука опять падает вниз, вот это вот, взаимопонимание, вот это вот действительно сложно. Ну, чтобы не сорваться, дотянуть образ до конца, это мелочи, которые зритель всегда, ага, вот там вот ножкой пошевелил, ага, вот там и пальчик дернулся. Все, не умер, не труп, дядя, дядя жив, больше жив, чем мертв. Или, допустим, тоже был один спектакль, когда нечаянно я забыл закрыть глаза. Ну, вот бывает. Тоска подошла, спокойненько закрыла глаза, и все, пошло. Это просто взаимопонимание. Нет, ну, спасибо Алла. Алла просто отличная актриса. Есть взаимопонимание. Когда есть контакт между двумя актерами, это, зритель это чувствует, тогда это идет только на пользу спектакля. Когда бывают такие моменты, ну, вот что делать, ты сам ничего не справишься. И когда рядом с тобой суперпрофессионал, это очень приятно, потому что мы работаем одновременно. Не каждый за себя там тянет, а мы работаем друг с другом. Ну, вы представляете, как мы друг друга, извините, лобзали, как она убивала Скарпия, Тоска, я имею в виду. Как Скарпия домогался Тоску. В принципе, честно вам скажу, архи сложные места. Самые высокие ноты, самые высокие, запредельные, причем это длинный дирижер еще замедляет темп, ее нужно держать. А до этого было беготней, извините, уже сильно не попоешь. И мы держали эту тесситуру, и при этом мы еще выполняли мизансцены, которые должны сбить с дыхания. То есть там, простите, у меня должны были уже повариться после. Ничего этого не было, простите. Никогда этого не допускали, но играли по-настоящему. Для меня вход в Харьковский рок начался с кассеты отдел кадров «Играя рок-н-ролл», записывая в салоне-магазине «Отвинта». Вот, я был просто шокирован тем, что у нас, возможно, в Харькове такое. То есть потом было знакомство с Сережей Кривулей, потом уже было знакомство с Эдиком Кучеренко, с одиноким летчиком. И изначально все это вообще родилось как фан-клуб Сергея Кривуля. А потом оказалось, что Харьков настолько богатый город, что пришлось делать клуб любителей русского рока. Первый концерт был Сергея Кривуля, это было 8 февраля 1997 года. Второй концерт был группа «Отинокий летчик», довольно эпохальный. И третий концерт был Эдика Кучеренко. Потом был эпохальный квартирник на квартире у Джалилова «Проводы Джалилова», так называемая «Сходка авторитетов-2». Сегодня я сделал концерт, посвященный 20-летию, будет очень много народа. Будет тот же Кривуля из Киева приехал, будет Эдик Кучеренко, будет Паша Павлов, по крайней мере, обещал. Проскурдин будет, самолет, действо, рикошет, шемет, сезон отпусков. Дима Добров, плотник 82. Группа «Сейчас». Там огромный список, всех даже сейчас не вспомню. «Насекомые гибнут от холода, улетают вернатые за море. Я бешусь от духовного голода в нашей тесной двухкомнатной камере. А за окнами серой месиво...» Клуб работает, клуб работает, и это прекрасно. Я выступаю здесь с удовольствием, тем более этот зал стал. Мне нравится. Я с детства мечтал сыграть в планетарии. Знаешь, что вокруг звезды, значит, там, да, 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 да. И когда это реализовалось, что в зрелом возрасте, я понял, что жизнь удулась. У меня сейчас, как бы, своя студия. Но записываю себя не на себя на студии, как правило, потому что мне хочется чего-то большего. Я сейчас записываю альбом в стиле «Хаос». Это очень смешно. Да, есть такой момент. Раз в несколько месяцев я приезжаю, потому что играть надо. Я в Киеве тоже играю. Как раз на той неделе я дал живой концерт на «Винтаж ТВ». Вот сейчас у меня будет концерт в музее Высоцкого тоже там. Буквально через неделю. Бремени мало, 15 минут. Я напишу 4-5 новых песен. Одну совсем старую, которую я нашел в загашнике и записал в студии. Остальные все написаны буквально с последней полугода. И никто из них не знал, вот на кое хер они идут, ведь война не карнавал. Там ребята не нальют. Там ребята не нальют. Там ребята не нальют. Там ребята не нальют. Были сказки, а то ли пыль. Пролетали города, лишь в кушах растила пыль. Все отведали корма, весь испробовали секс. Мантры все смогли прочесть. На базаре точку сняв. Продавали свою честь. 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 Пока мечтает мечта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok